И так дорогие друзья вновь рада вас приветствовать на нашем канале сегодня у нас третья заключительная часть нашего холста на картоне и у нас все высохло высохла поверхность как следует просохла высох задник вот мы наверное потом его еще разочек пройдемся все хорошо приклеилось Здесь мы сейчас с вами зашкурим сделаем более гладкую поверхность и загрутуем последний раз для того чтобы уже можно было писать какие-то работы давайте пока начнем шкурить берем наждачку наждачную бумагу ну фракции наверное где-то в районе 180 можно чуть больше чуть меньше это крупная к сожалению не попалась мне более мелкая но я сильно на нее давить не буду Мне достаточно будет убрать вот эти вот шероховатости на самой бумаге если вот обратить внимание такие вот небольшие как бы плетение самой ткани вот они типа катушков они есть значит мы аккуратненько придерживаясь Немножко вот так зашкурим С круговыми движениями Провели ручкой вот уже прям результат чувствуется они убираются Очень гладко получается Очень гладко получается Провели потрогали где где еще остались у нас катушки вот здесь вот теперь Так Уголочки Сильно не давите а то есть возможность что вы сотрете весь грунтованный слой сверху Так 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 Ну и прям вот ручками возим Ничего страшного если чуть-чуть он запачкался Потому что мы сейчас в последний разочек все равно еще прокрасим Так вроде бы все хорошо Ну в принципе У меня будет вина Качество нашего покрытия Так можно сделать вот такое движение кисточкой Можно флейцем Согнать лишнее Нашкуреную Так Так И теперь мы в последний разочек прокроем Значит у нас есть флейц есть валик Валик вот нужен прям вот такой то есть это велюровый валик вот такая у него не очень длинная шкурка Он небольшой Можно взять чуть-чуть побольше если хотите Но для такого формата этого валика вполне достаточно Он будет хорошо раскатывать наш грунт Вот Сейчас мы откроем грудолку Ну уберем нашу краску Вот Она у нас чуть-чуть отслоилась Мы ее сейчас Помешаем Вытащим всякие вот тут Лишности Лишности Вот так мы ее сейчас размесим Чтобы вот этот верхний слой смешался с нижним Как следует помешаем Вот Я даже наверное сделаю вот так вот Я прям чуть-чуть налью в серединочку сейчас Вот так капельку Так И валиком мы сейчас это делаем Аккуратно будем размазать Можно флейцем так же Чтобы попалась Даже можно было еще побольше налью Вот Вот это вот валик Хороший Хороший валик Вот таким валиком Раскатывается очень даже удобно Подгабываем сейчас Кисточкой клеила Краски нашей Так Этот В этот раз я уже наношу Саму краску Резиновую Но можно и акриловую Без разницы акрилатную В чистом виде Без ПВА Почему Потому что Мы уже Достаточно Проклеили Наш Так называемый Холст Он хорошо сцепился С поверхностью И Для того чтобы не Желтил он у нас Мы Добавляем вот эту Прям супер Белую краску Вот он такая прям Супер супер Вот потому что клей ПВА при высыхании Он дает желтизну Небольшую Но дает Если мы хотим прям Что-то очень красивое Белое То Прям последний слой Мы Смело Грунтуем Акриловую краску В чистом виде Ну да и получается Вот если Просто по клеевому ПВА Вот Честно говоря Масляная краска Она как будто Раскальзывать начинает Да А теперь вот сейчас Мы покроем Последний разочек Так хорошо Жирненько Я прям вот вмазала Валик Вот таким валиком Работать очень приятно Раскатываю Опять крест-накрест Вот так вот В одну сторону Потом в другую Потом в другую И когда Вот это все высохнет Для того Чтобы была хорошая Связь между Масляной краской И вот этим Акрилатным Ну резином В данном случае Грунтом Вот у меня какая-то Ворсилка попалась Здесь Красивая Пошкрябается Вот Мы Когда высохнет Этот слой Как следует Мы промажем его Маслом Обычным Подсолнечным Которое У нас Не пахнет Обычное масло Которое Вы жарите И когда оно впитается И высохнет Уже можно будет Совершенно спокойно работать То есть можно будет Уже писать Дорогие друзья У нас высох Практически Вот этот наш Красивый слой Холста на картоне Ну Просто не она Арголите Скажем так Если быть совсем честным Теперь мы Ну для красоты Нашей работы Немножечко Закатаем Задник Чтобы он такой был Более-менее белый Симпатичный Чтобы можно было На нем Красиво написать Каталожные данные Вашей работы Фамилия Имя Название Работы Год Техника И размеры Ну и таким же Точным образом Все сейчас Это размажем Конечно я не буду шкурить Потому что в этом Нет необходимости Здесь мы писать Не будем Но немножечко Красоту Все-таки Наведем И сзади тоже В том числе Смысл в чем Если вы хотите Чтобы у вас Был совсем Белый Гладкий Чтобы ничего не было Видно И тогда Вы можете закатать Не в два слоя Как я сейчас Второй слой Кладу А когда высохнет Еще добавить Разочек И тогда у вас будет Так все более-менее беленькое Такое Но я не буду это делать В целях экономии Материала То есть краски После окончания работы Не забудьте Плотно закрыть банку с краской И промыть водой Ваши инструменты Что у нас получилось В итоге Вот такая Красивая Слегка Текстурная Поверхность Причем ровная Абсолютно гладкая Такая Да Очень приятная На ощупь Сзади мы тоже задничек С вами сделали Прокрыли Ну можно если кто-то хочет Можно вообще еще раз Прокрыть И не видно будет Наклейки Самой ткани Теперь мы с вами Подготовим Последняя проходка У нас будет Масло Подготовим Это для написания Живописной То есть это будет Живописное полотно Живопись масла Чтобы у нас Наш грунт Не тянул Масляную краску Мы ее сейчас Немножечко Подготовим Обычным Растительным Маслом Пройдемся Для чего Для того чтобы Сильно Не жухла Поверхность Масляной Краски Чтобы она сильно Не впитывалась В наш грунт Берем Обычное растительное Масло Подсолнечное Рафинированное Можно Самое-самое дешевое Немножечко Мы сейчас Вот так вот Нальем Вот И тем же самым Флейцем Как мы Покрывали Краской Аккуратно Пройдемся В разных Направлениях Пропитаем Так сказать Наш с вами Холст Скажите Ольга Викторовна Оно Немножко Подсохнет Оно Втянется Да В чем Совключается Смысл Мы его покрываем Столько Сколько нужно Будет Холст в себя Втянет Остальное масло Мы промокнем И это Должно Сохнуть Ну Хотя бы Наверное Дня 3 Я так думаю То есть это Оно впитывается 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 И уже потом Оно как бы Само по себе Немножко подсыхает И уже в принципе Можно на нем Писать Сразу писать нельзя Почему Потому что Смажете То есть вы начнете писать У вас будет плохо Ложиться масляная краска Она будет проскальзывать И если жирно То может быть даже где-то Исползать Угу Угу Поэтому мы сейчас Вот так вот Это дело Промажем Чуть-чуть подождем Я думаю Минут 10 Подождем И промокнем И оставим уже Сохнуть Дня на 3 Дня на 3 Да Как-то кто Хочет подождать То лучше Можно и на неделю Оставить Ну это в зависимости Конечно Кому как надо быстро Но желательно не торопиться Все-таки Каждый слой Для чего-то Нужен И Надо давать Просохнуть Обязательно Угу То есть это технологический Порядок Который лучше не нарушать Угу И Масло даже Подойдет То есть пищевое Вот это обычное Совершенно Растительное масло Без запаха Самое Самое Можете купить Самое Самое дешевое Именно для Вот таких вот Нужд То есть как Техническое Скажем Основное Бутылочку взяли И вот если вы будете Заниматься Сами Наклейкой Да Вот Драпировок Тряпок Грунтовкой Покраской То вам Этой бутылочки Хватит надолго Вот У меня ушло Вообще очень мало Масла Даже половину Я не использовала Так хорошо Теперь все это блестит Жирненько Мы вот так покрыли Размазали Теперь мы подождем Минуточек десять Излишки масла Снимем И уже Можно будет Положить Посохнуть Спасибо большое Да То есть не обязательно Тратиться на Дорогие Художественные Совершенно верно То есть Мы сделали Все очень бюджетно Дешево Сердито Но Качество Скорее всего Даже будет лучше Чем заводское Потому что Мы делали По технологии И С любовью От души И самых Подручных Материалов Скажем так Которые доступны Абсолютно всем Потому что сейчас Купить Такого формата Холст на картоне Я честно говоря Даже не могу сказать Сколько это стоит Потому что цены растут С каждым днем В геометрической прогрессе Не только на продукты Да Не только на продукты Вот Вытерли мы с вами Излишки масла С кисточки Пожалуйста Тоже промокнули Кисточку можно Окунуть Вайт спирит В растворитель Можно помыть Горячей водой С мылом То есть кому как Больше нравится И она будет готова Опять к работе Дорогие друзья У нас прошло минут 15 Я подготовила салфеточки Можно подготовить Туалетную бумагу Можно подготовить Одноразовые полотенчики И вот сейчас Мы на наше маслице Их вот так вот Разложим аккуратно Красиво Чтобы подсобрать Излишки Промокнуть все Да А потом еще может быть И протрем сверху салфеточками Вот видно уже Излишки впитываются у нас Вот так вот Лишнее маслица Так Не хватает Немножко салфеток Сейчас еще Добавим Можно также Расстелить туалетную бумажку Есть одноразовые полотенца То есть Ну какой-то любой Мягкой бумагой Которая бы В себя Впитала излишки масла Вот видно Она прямо вот Намакает Вот она впитывается В нашу бумажку В нашу салфетки Ну вот сейчас Уже в принципе Масло Оно уже и так Подпиталось немножко Наш акриловый грудь Ну сейчас вот Мы совсем Полностью все соберем И оставим уже сохнуть Ну Насколько получится 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 на 3 дня Получится на неделю Ну не меньше чем на 3 дня Желательно Вот вот Иду даже Вот столько Жирно я покрывала Но масла не так много Как бы В итоге остается Ну да Получается что Ушло как бы Запиталось все в грудь Ну что-то Что-то Половина то наверное Все-таки Прилично Она впиталась Потому что тут у меня Где-то Ну Ложки Четыре Столовых Я размазала Вот Мы пропитали Эти салфеточки Теперь Сейчас вот так вот Сколько Я Ясенька потише Сейчас вот Сколько Еще подотру Угу Вот так Вот такой красивый У нас получился Наш холл Вот И еще Сейчас салфеточек Наконкаю Еще немножко Вытру все И оставил Остальное масло Оно впитается еще И оно еще Посохнет Прелесть растительного Масла Современно в том Что оно Все-таки Засыхает Ну да Он сейчас такой Знаю Как немножко Мерцающий Такой стал Да-да-да-да-да Вот Все Прям вот Я не очень прям сильно Надавливаю Ну так вот Как вы стол протираете После обеда Примерно вот Как-то так Все До конца До самого сухого состояния Я вытирать это не буду Остальные Остаточки Они еще Подвпитаются Немножко у нас И Можно будет Уже Через недельку Заняться Написанием Вот Так вот У нас Красиво Да-да-да Вот он Чуть-чуть Пока блестит Да И Татьяна Викторовна Покажет нам Мастер-класс Я надеюсь Очень Так что Дорогие друзья Если вам понравился Наш мастер-класс Ставьте нам Пальчики Пожалуйста Подписывайтесь на канал И до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok